Здравствуйте, друзья! С вами Виктория. Сегодня мы будем готовить щи из свежей капусты. Это блюдо можно смело называть исконно русским блюдом. Очень легкий в приготовлении рецепт прекрасно подойдет на обед или ужин для всей семьи. Я для приготовления щи предпочитаю использовать молодую капусту, но при желании можно использовать поздние сорта капусты, но не забывайте учитывать, что она требует более длительной термической обработки. Для приготовления мне понадобилось мясо, у меня это свинина, две большие морковки, три луковицы и зеленый лук, лавровый лист, чеснок, тимьян, специи, можно взять прованские травы. Я взяла перец горошком, черный перец, также понадобится растительное масло и сама капуста. Сначала я приготовлю бульон. Для этого ставлю большую кастрюлю на огонь. Я налила в кастрюлю 2,5 литра воды. Затем нарезаю лук, нарезаю мелко-мелко и зеленый лук. Зеленые перышки я буду использовать в конце. Затем на сковороду наливаю растительное масло и сразу выкладываю лук, который я уже нарезала, в сковородку. Я использую несколько сортов растительного масла. А пока я занимаюсь нарезкой овощей, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Затем я начистила морковку и нарезаю ее сначала на длинные соломки, а потом на мелкие-мелкие кубики. Морковку тоже перекладываю в сковородку к луку. Вода закипела, выкладываю в воду мясо. Щи можно готовить с любым мясом. Курица, говядина, то, что вам больше нравится, то, что у вас есть. И вот убираю пенку, которая образовывается. Затем выкладываю тимьян. У меня вот такой тимьян, но можно положить другой. С тимьяном получается очень-очень вкусно. Затем очищаю картофель. Мне понадобилось 4 картофелины. И нарезаю его на средние кубики. На моем канале есть другие рецепты супов. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Нарезаю чеснок. Одна часть чеснока у меня пойдет в обжарку, а другую часть я положу прямо так. И начинаю все обжаривать. Добавляю, как я вот вам сказала, немного чеснока от общей массы в обжарку. Это придаст вкусный аромат. А другую часть оставляю. Я ее буду позже добавлять непосредственно в кастрюлю. Хорошо-хорошо все поливаю растительным маслом. Пока все обжаривается и мясо варится, я займусь капустой. Мне понадобилась полкачана, примерно 750 грамм. Капусту нарезаю примерно вот так, вот такой соломкой. Убираю тимьян, больше он нам не понадобится. Поджарка у меня уже обжарилась. Овощи хорошо обжарились. Обжариваем до золотистого цвета и выкладываем их в бульон. Немного перемешиваем. Затем в бульон добавляем картофель. За картофелем в кастрюлю добавляем капусту. Забыла вам сказать вначале, я взяла кастрюльку 5-литровую. Потому что когда добавляешь капусту в конце, то вода поднимается. И если вы взяли небольшую емкость, то получится мало места и будет неудобно варить. Помимо обжаренной морковки, также я добавляю немного просто свежей морковки в сам суп. И добавляю лавровый лист. Немного перемешиваю. Перчу. Добавляю перец горошком. Немножко пробую. Если надо, можно подсолить. Оставляю вариться, пока капуста не сварится. Пробуйте. И вот так в конце, в самом конце, посыпаю зеленым луком, зеленью. Немножко перемешиваю и выключаю. Даю борщу настояться. На следующий день борщ еще вкуснее. Я называю борщом, но я это называю борщ с капустой. И щи мы это называем по-разному. Густоту регулируйте сами. Можно добавить немного меньше капусты. Я люблю, чтобы было погуще. Каждый регулирует это сам. Подаем щи со сметаной или без сметаны. С гренками, с чесночными гренками. Смотрите по своему вкусу. Если у вас есть дети, то можно также одну часть щи отлить и перемолоть на миксере. У меня ребенок не любит есть супчики кусочками. Поэтому я ему перемалываю и он с удовольствием потом кушает с гренками. Надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч!